На территории Славянского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Работы по откачке воды с подтопленных территорий продолжаются. В целом ситуацию удалось стабилизировать, но есть территории, где положение по-прежнему остается сложным. Службы, задействованные в откачке воды с подтопленных территорий, работали все выходные. Глава района Роман Сенеговский совместно с главой города и специалистами жилищно-коммунального хозяйства ежедневно выезжали на наиболее проблемные участки, общались с жителями, пострадавших от подтопления. На сегодняшний день удалось стабилизировать ситуацию на улицах Полковой и Кубанской. Вода стала постепенно уходить из домов и придомовых территорий. Одним из наиболее проблемных участков в городе стал квадрат улиц Краснодарская и Фурманово. Эта территория находится ниже уровня других участков, и вся вода с окрестностей скопилась здесь, затопив не только улицы, но и дома. Вот вода, как видите, 80 сантиметров длиной, глубиной. В дом невозможно зайти. Мой дом находится, второй дом от угла. 6 февраля включили водокачку. Для откачки воды с этой территории были привлечены осенизаторские машины и установлена мотопомпа. На этих улицах техника продолжает работать до сих пор. Еще один проблемный участок – перекресток Пушкина и Щерса. Там затопленной оказалась вся улица. В течение всего воскресного дня здесь работали пожарные машины. Также была установлена мотопомпа. Работы по откачке воды продолжаются и сейчас. Уровень воды стал падать. У меня в кухне было 20 сантиметров, котел потух, еще во вторник уже было. А во дворе больше, и выше колена вообще. Ну, сейчас вот за ночь качали, и в кухне на 5 сантиметров на 5 упало. Несмотря на то, что работы по откачке воды ведутся круглосуточно, в городе остается еще много проблемных мест. Глава района совместно с главой города стараются выехать по каждому обращению жителей, чтобы на месте определить, сколько техники и людей привлечь для решения проблемы. Работы будут продолжены. В большей части города и сельских поселениях уже удалось стабилизировать ситуацию. Теперь будут работать точечно, отрабатывая адреса наиболее сложных участков. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа События.